Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели библейского интернет-портала экзегет.ру. Мы продолжаем с вами беседы на книгу Священного Писания «Книгу Бытия». И сегодня снова с вами я, Сладков Андрей Иванович, декан миссионерского фулькета Российского Православного Университета. На прошлом занятии мы с вами говорили о несостоятельности теории эволюции, о несостоятельности тех утверждений, что якобы наука доказала, что Бога нет. Действительно, как мы сказали и чем завершили нашу беседу, что безумен человек, который в сердце своем сказал «нет Бога», развратились они и совершили гнусные дела. Действительно, мы видим с вами, что весь беспорядок этого мира происходит из-за того, что есть беспорядок в человеческих головах. Мне здесь вспоминается история Михаила Булгакова «Собачье сердце», когда действительно профессор Преображенский спрашивал, «что это за такая разруха с 1917 года, почему теперь пролетарий не снимает калоши в парадные, а ходит по персидским коврам, и почему это выключает электричество, ранее такого не было». И тогда ему его ассистент, доктор Барменталь, отвечал так. «Ну так разруха же, Филипп Филиппович, на что Филипп Филиппович отвечал, разруха, я думаю, что эта разруха начинается в головах». То есть дальше он говорит, если бы Зиночка и я ходили бы в уборную мимо унитаза, то тогда действительно в нашей квартире настала бы, в нашем доме настала бы разруха. То есть действительно, когда у человека нет цельного понимания, «зачем я, откуда, зачем моя жизнь, куда идти, к чему стремиться в этой жизни, что главное в этой жизни, какова иерархия ценностей, что второстепенное». В человеке, в человеческом жизни, в его сознании, в его душе происходит некая каша, такой вот своеобразный винегрет и коктейль, от которого мы знаем, что если много чего намешать, не совсем бывает хорошее состояние. Поэтому, рассматривая Священное Писание и уже непосредственно прикасаясь к первой главе книги «Бытие», мы видим, что это первая книга Моисеева, которая была написана за 1500 лет до Рождества Христова. И мы видим, что первые слова первой книги «Бытие», как мы и читаем, начинаются так. «Вначале сотворил Бог небо и землю». На языке оригинала Ветхий Завет писался на древнем еврите, перевод был на греческий язык, 200 лет до Рождества Христова, так называемый Септуагинта. В оригинале звучит так. «Берешит Бора Элагим», то есть «Вначале сотворил Боги». Почему здесь имя Элагим, одно из имен Бога, стоит во множественном числе? Надо ответить так, что это сразу же указывает на то, что Бог, Он един, но троичен в лицах, то есть на святую Троицу. Далее говорится о том, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водой. Дух Божий парил над водой, Он как бы согревал первозданные воды для определенного дня, когда Господь скажет и будет повелевать в воде, да произведет вода рыб морских и птиц. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Здесь очень важно заметить, что это был за свет. Некоторые люди путаются здесь в этом вопросе и говорят, что это был якобы нетварный свет. Надо заметить так, что апостол Павел призывает нас внимательно читать Священное Писание. В Священном Писании апостол Павел говорит, что «вникая в себя и в учение, этим себя спасешь и слушающих тебя». Поэтому в Священном Писании по поводу света все, что сказано, да будет, значит, это уже имеет свое начало. Все, что имеет начало, это тварно. Не имеет начала и не имеет окончания только Бог. Даже человек имеет начало, потому что о человеке сказано «сотворим», как мы увидим далее, человека по образу и подобию нашему. Бог не имеет начала, Бог не имеет окончания. По выражению Григория Богослова, Бог всегда есть. Поэтому мы не можем, как люди, уловить Бога своим сознанием. Потому что сказало сейчас слово, если я даже скажу, снова и повторю его «сказало я сейчас слово», оно уже будет восприниматься совсем по-другому, будет звучать уже в другом измерении, в другом времени. Бог, он всегда есть, над ним времени подвластно. Я это не случайно, это говорю, чтобы не было здесь никакого заблуждения, как утверждают отцы церкви. Все, что сказано о том, да будет, это уже тварный мир. Поэтому здесь говорится так о свете. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Этот свет был тварный. Он не исходил сначала от солнца, он исходил тайным образом от Бога, но свет тварный. Здесь интересно, что снова хочется вспомнить по поводу научных доказателей. Вспомните о том, что согласно науке есть скорость света. А есть ли скорость тьмы? Скорости тьмы нет. Значит, тьма — это не что иное, как отсутствие света. Бог не творил тьмы, Бог сотворил свет. Тьма, снова повторю, это отсутствие света. «И сказал Бог, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Видим, здесь явно указывается, что отделение света от тьмы — это и называется ночью. То есть отсутствие света — это тьма. «И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». И стало так. Многие люди почему-то не очень любят изучать книгу Священного Писания, особенно ее шестоднев, я вам скажу, очень зря. Они считают, что шестоднев, ну, это там вот для школы, детской воскресной школы, совершенно не так. Несколько раз, проводя уроки Ветхого Завета у себя на кафедре и в других учебных заведениях, иногда даже уже и семинаристов спрашивал, а что такое твердь, иногда слышал такой неверный ответ. Говорят, это земля. Нет, твердь — это не земля, твердь — это космос. С греческого языка, септуагинты, будет звучать космос как стеорема, твердь, пространство. С еврита же звучит как ракка. Твердь — это ракка, наше русское слово ракка, то есть пространство, некая такая вот пустота, которая пока еще ничем не наполнена. Бог творит этот космос, но в этом космосе пока нет ни солнца, ни звезд, ничего. Но уже космос сам по себе, это невесомость, с которой мы уходим, она уже, из которой, да, невесомость, в которую проникаются различные пилотируемые корабли, космические корабли, она уже есть. Что же такое вода над твердью и вода под твердью, если это космос? Есть такие предположения аллегорической школы, Александрийской школы отцов церкви, что космос, он на самом... Да, вот еще интересный вопрос, который я задаю. Космос конечен или бесконечен? Люди, которые уверовали в то, что Бога нет, они начинают приписывать бесконечность тварному миру. И часто можно услышать такой ответ — космос бесконечен. Космос конечен. Все, что сотворено, имеет свое начало и окончание. Кроме, скажу позже немного, бессмертной души человека. Весь остальной мир, все, что сотворено, имеет свое начало и окончание. Поэтому здесь можно предположить, что вода над твердью — это какие-то воды, которые сберегаются для определенного времени. Можно предположить, что наше пространство, оно замкнуто, наша вселенная. Раз мы не можем приписать бесконечность тварному миру, как люди верующие, бесконечен только Бог и безначален только Бог, значит, весь тварный мир имеет свое окончание. Вот, опять же, ссылаясь на последнее исследование, какой-то там спутник, вот недавно была такая интересная передача, посмотрел, что американцы там, опять же, запустили этот спутник, да. И он летит, и говорят, что к 2025 году он достигнет конца Вселенной, конца космоса, да, и что он свои какие-то лучи там посылает впереди себя, что там есть впереди него, и там какая-то вот как стена, в которую он упирается. Ну, вот это, наверное, свидетельство о том, что космос, он действительно конечен. А вода под твердью, ну, это наши обычные воды и те, которые находятся под землей в том числе. И сказал Бог, да, и назвал Бог, видите, здесь объясняется даже в 8 стихе, и назвал Бог твердь небом, да, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так, то есть собралась вода, и стала суша, вот о чем я говорил в самой первой водной беседе, что не было еще разлом материков. Была одна земля, и моря омывали землю. После потопа, когда Бог сдвинул ось, да, земли на 23,5, да, градуса, отношение солнца, то тогда начался разлом земной коры, и климат изменился. Но об этом не хочу забегать вперед, все будет дальше. Вы видите, какие тайны и откровения хранит в себе священное писание, к которому мы очень часто относимся, к сожалению, с пренебрежением. Не стоит этого делать. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями». Десятый стих. «И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень траву, сеющая семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень траву, сеющая семя». Я всегда спрашиваю, когда говорят о том, такие люди, верующие в случайность, кто заложил столько информации в обычное семечко подсолнуха, кто заложил столько информации в желудь, например, кто заложил столько информации в семечко огурца или помидора, которую мы сеем, выращиваем рассаду, когда начинаются наши такие дачные сезоны. Бог. Кто заложил в это семечко, что выразит подсолнух, выразит из него именно подсолнух, а не сосна, и не береза, и никакой другой вид растения. И с такой точностью все это спроецировано в таком маленьком семечке. Я вот здесь был в Воронежской области на рыбалке, и там рядом был питомник. Знаете, что такое питомник? Это где выращивают саженцы из маленького семечка или из желудя дуба? И когда я подошел, поинтересовался уже, сматывал удочки, то как они выращивают дуб? Они им сказали, ну вот желудь. Ну, каково было мое удивление, что березу, оказывается, выращивают из этой маленькой сережки, которую мы в детстве любили так распушить ее, и вот так вот пустить, и вот эти вот как на ласточек, на птичек там похожи, которые разлетаются в разные стороны. Но вот из этого маленького микрозернушка такого, который на пальце-то держать сложно, вырастает целая береза, представьте себе. Мы настолько привыкли к этому миру, что думали, что это как-то уже перестали обращать на это внимание. Это же самое настоящее чудо. Вот, например, есть у нас техника, скажем, мы все сегодня, никого не посмотришь, все с этими гаджетами, телефонами. Но кто заложил информацию, например, в этот процессор или, например, в эту флешку? Если туда не закачать информацию, если в компьютер не закачать Windows, например, будет ли он там? Нет. Что это будет? Кусок пластмассы и кусок железа. Никому не нужны. Если там нет полезной программы. Кто вложил столько информации в семечко подсолнуха, в желудь, в другие семена? Бог, творец и промыслитель этого мира. Это же чудо. Что это произошло случайно? И кто дал импульс жизни всему этому? Бог. И об этом нам здесь говорит Священное Писание, что так оно и было. И сказал Бог, да будет светило на Тверде Небесной для отделения дня от ночи и для знамени и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на Тверде Небесной. И как дальше мы прочитаем, что Бог сотворил Солнце и Луну и звезды и поместил их на Тверде. Теперь мы уже знаем, что такое Твердь. Это невесомость. Поместил их в этой невесомости и рукой Божией они все держатся. Здесь интересно заметить следующий факт. Часто критики Священного Писания и люди, скептические относящиеся к Божественному Откровению, они говорят так. Ну что вы там, переписываете свое Священное Писание уже несколько раз? Они нас обвиняют в том, что якобы мы не содержим Божественное Откровение, и что Церковь Благодательства Духа не содержит Откровение Божие во всей полноте. В точности говорят, вот переписывали, ну вы бы хотя бы местами переставили. Сначала же все-таки Солнце, а потом растение. А мы видим, что Священное Писание нам говорит, что сначала растение, а потом Солнце. Ну они говорят, ну что вы, ну сначала же фотосинтез, а потом все уже Солнце. Сначала согревает Землю, потом все вырастает. Мы останавливаем их и вместе со святителем Василием Великим говорим, что нет. Святитель Василий Великий в беседе на Дни Сотворения, которая так называется, Шестоднев, говорит об этом следующее. Чтобы ты не сделался идолопоклонником, Бог сначала сотворил растение, а потом Солнце. Чтобы ты не подумал, что жизнь всему дает Солнце, согревающее Землю. Всему жизнь и импульс жизни дает Бог. Это очень важное уточнение для того, чтобы мы не начали обожествлять природные явления. И мы здесь далее с вами видим и читаем, что сказано в 17-16-17 стихах «И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю». Очень интересно, что мы видим, что только на четвертый день Бог сотворил, как здесь сказано, Солнце, Луну и звезды. И многие люди задаются таким вопросом, особенно приверженцы того, что якобы нашей Земле миллиарды лет, и что это огромная протяженность, а не 7527, как согласно библейской хронологии. Они говорят, ну вот вы говорите, был день, было утро, а как чередовались день и утро, если не было Солнца? Сейчас мы понимаем, вот сутки прошли, Земля сделала определенный оборот, а как тогда было? Преподобный Ефрем Сирин дает ответ на этот вопрос. Он говорит, что первозданный свет погружался в первозданные воды на 12 часов. Так чередовался день и ночь. Для чего первозданные воды погружались? Для чего первозданный свет погружался в первозданные воды? Для того, чтобы подготовить воду, как я уже сказал, к тому, чтобы она произвела по повелению Божию рыб, гадов и всех морских животных, которые, к слову, будет сказать, не изучила еще всех досконально наука. Например, известно, что мировой океан изучен всего на 4%. О какой можно говорить в научной картине мира, если мир не изучен досконально? Предположения — да. Теории — да. Гипотезы — да. Но не научные доказательства. Наука — дисциплина очень жесткая. Нет исследования, нет изученности, нет лабораторного анализа. Нет научного факта. Поэтому предположение — да, но не научный факт. Итак, мы видим, что далее был вечер, было утро, день четвертый, и сказал Бог, да произведет вода. Вот мы как раз подходим к этому событию. Присмыкающаяся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверде небесной. Видим, это твердь уже, которая... Космос — он весь, в общем-то, космос. Мы живем в космосе. Просто есть и наша атмосфера, там, стратосфера, что не пропускает солнечные лучи. Так, по-моему, это все называется у ученых. Поэтому здесь говорится о том, что произвела вода присмыкающихся душу живую, птицы да полетят над землей по тверде небесной. И створил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода. Вода — породу их, и всякую птицу, пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, и сказал, чтобы они плодились, размножались и наполняли всю землю. Интересный здесь есть факт, который заставляет нас посмотреть на мир иначе. Мы видим, что в один день были сотворены и рыбы, и птицы. Что для нас это может значить? Мы можем увидеть, что между рыбами и птицами есть очень много общего. Например, кто такие пингвины? Пингвины — это птицы. Они даже несут яйца. Да, и свое потомство у них происходит именно так. Мы знаем, еще есть другой вид рыбы — летучая рыба. И мы знаем о том, что мы не знаем, сколько еще не изучено. Я сказал, 4% в океане. Вот, например, некоторые люди говорят о том, книга Ионы, очень интересная книга, особенно для миссионера. Это пророк, которого Бог посылал в одно место, но он решил проповедовать Слово Божие, но он решил сделать все на свое усмотрение. Его проглотил кит. Ученые все говорят, ну не может этого быть. О чем вы говорите? Как кит может проглотить? У него там сеточка, и никак туда человек не проскочит. Но кит, если посмотреть язык оригинала, сказано, что проглотило его какое-то существо. Кит — это уже наш перевод, как самое огромное, так думали, что... Ну, кит. Какое-то огромное существо. Вот, например, совсем недавно в средствах массовой информации было сказано о том, что какого-то кальмара выбросило на сушу, а он, оказывается, более шести метров. В таком кальмаре, пожалуй, мог поместиться и иона, если его проглотил кальмар. И многие другие вещи. И многие другие то, что еще не изучено наукой. Поэтому между рыбами и птицами неизвестно, сколько еще рыб и птиц мы не изучили, сколько видов. Особенно то, что касается и Мирового океана. Есть летучая рыба, как я уже сказал. Да что там ходить по Мировому океану? Между рыбами и птицами есть очень много общего. И вот, например, в этом году я уже рассказал про свою рыбалку, да, я поймал рыбу такой красноперка. То есть есть перья. У рыб есть перья, и у птиц есть перья. Те движутся, плывут, как мы говорим, по небу. И эти плывут, но только в воде. Далее мы читаем с вами о том, что и благословил их Бог, да, и сказал, чтобы они наполняли землю. Был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля, душу живую, породу и скотов, и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скотов, породу его, и всех гадов земных, породу ее. То есть, когда мы читаем язык оригинала, даже на греческом сказано всех гадов, то есть, все, что кишит, вот это более слово такое, все кишащее в океане, всякие там, вот, даже микро вот эти организмы, которые есть, все создано Богом. То есть, все, что наполняет и кишит и на земле, и в океане, все создано Богом. И мы видим, что в этот день, а это уже у нас шестой день творения, день пятый, да, и в день пятый, да, и сказал Бог, уже дальше мы читаем 1, 26, «После сотворения животных, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотами, над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по всей земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Видим, что весь тварный мир отличается от того, как Бог творит человека. Бог творит человека особым образом. Мы с вами видели, что с самого начала первые строки, первые главы книги «Бытия» говорили о том, что вначале сотворил Боги. Я сказал, что это указание на Святую Троицу. Здесь мы уже явно видим, что в сотворении всего мира и в сотворении человека принимает участие вся Святая Троица. И здесь не нужно прибегать к языку оригинала, достаточно даже и русского языка, в котором это ярко выражено, так и сказано. «И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию». Что такое образ и подобие? Согласно учению церкви, и сказано, что образ — это то, что Бог дает человеку. Это бессмертная душа. Это подарок. Не было времени, когда не было Бога. Но было время, когда не было человека. Бог творит человека. Но не будет времени теперь уже, когда не будет человека. Душа человека бессмертна. Потому как есть другое слово — подобие. Подобие. В чем состояло подобие человека? Его свободное движение в постижении Бога. То есть стать подобным, стать как Бог с маленькой буквы. Помню всегда, как говорит преподобный Акарий Великий, что человек творение, а Бог творец. Подобие. Образ бессмертной души — подобие, достижение и возрастание, свободное нравственное возрастание в Боге, которое есть любовь, добро, милосердие, сострадание. Все самые лучшие качества нашего человеческого сознания, которые мы только можем выразить человеческим языком. Вот к этому был предназначен человек. В этом смысл и назначение жизни человека — стать подобным Богу, стать подобным Творцу. А мы видим, насколько Творец премудр, насколько он действительно необъясним, но насколько он любит человека. И причина сотворения человека, и причина сотворения этого мира одна — обожение. Обожение. То есть, чтобы мир, чтобы человек, будучи господином этого мира, привел весь мир в это состояние. Такова была, такого был промысел Божий и о мире, и о человеке. Бог творит человека, и мы видим, что далее сказано, благословил их и сказал им в 28 стихе «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте земли, обладайте ей владычествами над рыбами морскими и над птицами небесными, над всяким животным». То есть, Бог говорит человеку и дает ему благословение, чтобы человек размножался по всему лицу земли, чтобы человек рожал детей, чтобы человек расселился по всей планете. Но сегодня я говорил об этом неоднократно, когда летишь, у меня бывают миссионерские поездки образовательные на Сахалин. Почти девять часов. Почти девять часов. Сколько простору, сколько земли, сколько рек удивительных. Или еще летит самолет-то по кратчайшему пути, по северу, там много есть, где вечная мерзлота. Ну а здесь-то? Ну нет, все столпились в одном мегаполисе. Да. Ну, о мегаполисе мы еще будем говорить немного позже. Это когда будем рассматривать ваилонское столпотворение. И сказал Бог, вот я дал всякую траву, семя, какая есть. То есть Бог дает растительную пищу человеку. Мы увидим, что потом в связи с изменением природы все поменяется. И увидел Бог, как сказано в 31 стихе, все, что он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Итак, сотворение этого мира заканчивается тем, что Бог творит человека. Человек ставится господином над этим миром. Все дано в его руки. Посмотрим в дальнейшем, как человек будет относиться к тому, что ему доверил Бог. Будет ли он относиться к этому так, как Бог его благословил, или он будет искать каких-то своих путей. Это очень важное такое замечание здесь, для того, чтобы нам перейти к следующей, уже второй, а далее третьей главе, и рассмотреть о том, как Бог творил человека. Об этом будет сказано более подробно во второй главе. Именно человека. И третья глава мы будем с вами рассматривать. В третьей главе сказано о том, как все-таки человек отпал от Бога, чем это все закончилось, и как Бог в дальнейшем предусмотрел о нем план его, скажем так, спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok